Бюджет – образующее предприятие Палехского муниципального района. Руководитель экономического блока региона, зампред Светланы Давлетова, посетила Майдаковский завод. Это самый крупный литейный завод Ивановской области. Здесь производят арматуру для железных дорог, линии электропередач, художественное литье, чаши для промышленных сковород. За последний год объемы производства у предприятия выросли на 20%. Мы делаем только под заказ. То есть, что у нас закажут? Заказывают у нас по всей России от Пятигорска до Санкт-Петербурга, это значит, от Перми и до Белоруссии. В 2015 году завод реализовал инвестиционный проект. На предприятии произошло техническое перевооружение. Купили два дробеметных барабана, плавильную печь, два токарных станка с числовым программным управлением. Пришлось серьезно затянуть пояса, потому и налоговых выплат в бюджет за период модернизации было всего порядка 14 миллионов рублей. Они привлекали не только собственные средства и заемные средства, поэтому здесь, хотя мы им и помогли налогам на имущество, где-то в общем объеме чуть менее 400 тысяч рублей, но тем не менее затраты на модернизацию были порядка 30 миллионов. Поэтому мы понимаем, что для завода было непросто и организовывать производство, и тем самым выплачивать средства, которые они привлекли на реализацию своего инвестиционного проекта. Майдаковский завод для полишан – главный кормелец. На предприятии занято более 200 человек. Работают в три смены. Средняя зарплата – 18 тысяч рублей. Это меньше аналогичного показателя по региону. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Палехский район.